Баян, мне интересно, вот сколько времени каждое утро тебе необходимо для того, чтобы стать вот такой вот роскошной женщиной? Я говорю про макияж, прическу, одежду. Динатика, большое тебе спасибо, так же, как и тебе, часика-полтора. Ну, ты знаешь, выглядеть одно, а вот быть настоящей женщиной, это, на мой взгляд, другое. Одно другому, конечно, не мешает, но тем не менее, настоящая женщина – это особая энергия женская, особое знание, и я бы добавила пассы. То есть этому знанию можно научиться? Да, этому знанию определенно можно научиться, и сейчас у нас есть очень хорошая возможность научиться немножко этому совершенно бесплатно, потому что знание быть настоящей женщиной стоит очень дорого. Добрый вечер, вы смотрите Sky Studio, с вами вновь Баян Есентаева, Динара Саджан и наш сегодняшний гость – психотерапевт, успешный психотерапевт, писательница из России Евгения Фролова. Евгения, я вижу, что вы, мы с вами, так сказать, сегодня на одной волне. На одной волне. Это называется дабл-дресс, но на самом деле называется, что мы с вами, не договариваясь, пришли в одинаковую фазу. Добрый вечер, мы рады вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы назвала это фэшн-казусом. На самом деле, Баян, это не фэшн-казус. У психотерапевтов есть такое хорошее выражение – на одной волне, да? А это как-то поддаётся объяснению ваших знаний? Ну, кроме волны и энергии. Вы знаете, когда я готовилась к передаче, я получила приглашение, я думала, в чём пойти на передачу. Я видела вас, оборожительных, красивых, удивительно нежных, тонких женщин. Да, я видела, как вы ведёте эфир. Я себя, вот, поехала в Анферпен, это бельгийский город, знаете, да, такой центр моды. И я вот ассоциировала вас с этим платьем. Евгения, мы знаем, что вы частый гость в Астане, частый гость вообще в целом в Казахстане. И вы учите наших женщин искусству быть женщиной. И не секрет, что ваши тренинги очень дорогие. Это правда. Мы вас, Баян, пригласили не случайно в нашу студию, в Sky-студию. Мы пригласили вас для того, чтобы наши многие женщины, которые находятся в наших регионах, в аулах, которые получили бы эти знания бесплатно. И ведь вы обладаете какими-то секретами, вы что-то знаете такое, чего мы даже с Баяном не знаем. Вы знаете, на самом деле, конечно же, у меня бывают разные уроки. У меня бывают и благотворительные проекты, когда я на Новый год, на 8 марта, на моё день рождения я делаю такие проекты, когда абсолютно каждая женщина может прийти бесплатно получить какую-то долику знаний. Другое дело, что очень часто в психологии есть такой момент, если женщина, неважно кто, мужчина или женщина, получили что-то бесплатно, в этом нет ценности. Тогда человек просто это не применяет, не пробует, не использует. Это тоже хороший такой метод. То есть если человек заплатил очень дорого, допустим, 2 тысячи долларов, то он эти знания просто так, так скажем, не забудет, да? Он это платье оденет. Он это платье оденет. Одень, ты будешь одевать несколько раз. Да. Если платье дорогое, естественно, женщина её это платье оденет. Вы учитесь женщин быть женщинами. Ну, для мужчин, я думаю, что они подумают, ну, чему учить? Вот родилась женщина, ну, у нас, конечно, в природе нашей есть это, красиво одеваться, за собой ухаживать, да? Но ведь этого сейчас, вот в наше время, недостаточно? Недостаточно. Вы знаете, на самом деле быть женщиной, вот по мне, да, вот как я чувствую, это мыслить как женщина, двигаться как женщина, смотреть как женщина. Женский центр, да, головного мозга, он чувствительный, он сэсситивный, он чувствует. То есть мы либо думаем, либо чувствуем, понимаете, да? И быть женщиной, это чувствовать. Вот как мы прочувствовали друг друга. И оказались в эфире в одном платье. Нет, ну, на самом деле это такие очень размытые, вот сейчас сказали, чувствовать как женщина, думать как женщина. Вот сейчас вот любая женщина нас смотрит, ну, я женщина, естественно, я думаю как женщина, естественно, я чувствую как женщина. А что за особые такие знания, когда вы говорите, что женщина должна думать как женщина? Это как? Это не мыслить вообще. Понимаете, есть два головных мозга, да, есть правое и левое полушария. То есть одно полушарие – это анализ. То есть когда человек постоянно пребывает в мыслительном процессе, то человек анализирует, что было, да, что будет, планировать будущее, да. А состояние здесь сейчас – это состояние, когда мы чувствуем, мы чувствуем запах чая, да. Мы общаемся, мы видим какие-то нюансы, да, мы видим цвет, мы ощущаем запах человека, понимаешь, запах аудитории, запах цветов. То есть когда человек мыслит, да, он не видит этих нюансов. В нашем мире принято давать образование, да, по мужскому типу. То есть девочка просто обязана, да, анализировать, да, она получает какие-то точные науки. То есть она практически развивает свой, свое полушарие, да, и она становится доминирующая, свое левое полушарие. То есть вы считаете, что женщина анализировать не должна? Вы знаете, во всем должен быть баланс. Это прекрасно, когда девочка может время от времени анализировать свои поступки, да, или поступки других людей. Или может на самом деле из каких-то статей, да, или из книг, да, взять главное, да, и санализировать образ или поступок человека в книге, да, чтобы, может, применить что-то для своей жизни. Но нельзя это делать в ущерб ощущениям, в ущерб интуиции, в ущерб женской мудрости. Ну, то есть первое правило, А, это чувства, и только Б, это мысли. Ну, я думаю, что добиться успеха женщине, вот постоянно пребывая в таком состоянии, все время чувствуя запах чая, знаете, вот, например, даже сейчас мы с вами берем интервью, мы все время думаем над следующим вопросом, и когда вы отвечаете на вопрос, мы анализируем ваши ответы. И так происходит, в принципе, со мной всегда, в моей работе, в моем бизнесе, где бы я ни находилась, я себя чувствую вот прям полноценной женщиной, когда я дома, в домашней одежде, когда я выключаюсь, но когда я выхожу за пределы своего дома, я все время анализирую, получается, я вообще не живу как женщина. Согласна. То есть тогда, когда вы идете в социум, вы выходите из своего дома, да, из, понимаете, да, из своей раковинки, потому что раковинка – это что, это зона нашего комфорта. Как только мы выходим из зоны комфорта, мы анализируем ситуацию, которая с нами происходит, людей, которые общаются, попадаются нам на пути. Это правильно, когда женщина строит, соответственно, да, контакт с социумом, да, она применяет мужские мозги. Это правильно. А когда включать женские мозги? Только с мужчиной? Когда мы дома, когда мы с детьми, когда мы с мужчиной. То есть это правильно? Да, да. То есть нужно сразу выключать все? Среди, где мы расслабляемся, девочки. То есть там мы должны быть женщинами? Абсолютно. А, и этому вы как раз учите? Но неужели у наших женщин нет этого? Ну, логично, когда женщина дома, она так или иначе вообще отключается от работы, отключается от каких-то забот, которые за стенами дома. Но вы сейчас говорите те истины, которые уже прописаны. Я пришла домой, надела халат, собрала дульку, умылась, легла. Но это и есть же, ну, как бы чувство. А зачем этому учиться? Вы наверняка пришли к балансу в своей жизни. Но я знаю много женщин, которые не нашли этот баланс. Они приходят домой и продолжают анализировать, а что там с работой, а какие там планы. Она до сих пор принимает звонки с работы и думает о том, как она будет простраивать свой бизнес завтра. Она практически не уделяет внимания ни детям, ни мужу. То есть вы считаете за эту женщину, что эта женщина несчастна, и что она не женщина. А возможно, этой женщине комфортно так жить? Вполне возможно. Она не придет ко мне, если ей это хорошо, знание ищет тот, кто не утворен в своей жизни, понимаете, тот, кто не черпит наслаждения. Если женщина на самом деле нашла себя, если она успешна, если вот эта жизнь яркая ее увлекает, вот того момента, как покуда ее увлекает, замечательно. Хорошо, она не может расслабиться, отключить свои мозги. И бывает такое, допустим, у меня, когда уж много прям дел, ты не можешь спать, у тебя мозг все время включен. И я понимаю, что это неправильно. Я начинаю петь валерьянку, потому что нужно отключиться от этого. Но это бывает в моменты каких-то важных проектов. Это неправильно. Ну а как этому чувству научиться отключиться и не думать о том, что завтра тебя ждут проблемы на работе, и что тебе их надо решить? Баян, ведь завтра... Это пассы? Баян, ведь завтра должно прийти завтра. Зачем о завтра думать сегодня? Когда сегодня вечер, любимые рядом, родные, близкие, и можно полноценно провести с ними вечер. Я могу сказать честно, что очень многие женщины успеха, они, или, допустим, женщины, которые привыкли командовать на работе, они приходят домой, и этот командный тон, понимаете, используются своими мужчинами. Если мужчина тоже личность, лидер, он не потерпит такого отношения. И тут начнутся что? Конфронтации, начнутся трения между сильным мужчиной и сильной женщиной. Но это же от ума, а не от пассов. Умная женщина должна понимать, что дома она вовсе не лидер, что дома она кошечка, что она супруга. Согласна. Но дело в том, что остановить себя, она там может быть и думать, знаете, как собака. Собака тоже умная, она всё понимает, но сказать не может. И многие женщины не понимают, как себя остановить, как себя держать в руках, понимаете, да? Она всё осознаёт, она всё понимает, что она разрушает отношения. Но как переключиться на волну женственности, она не понимает. Соответственно, необходима и нужна помощь. Женя, я на вас смотрю, и я вас вижу абсолютно на стопроцентную женщину. При том, что вы женщина-лидер, женщина, я бы сказала, инструктор жизни других женщин. Но при этом вы абсолютно мягкая. Скажите, вы вот этому научились? Это ваше знание? Вот быть настолько мягкой, настолько привлекательной, я бы сказала, настолько сексуальной? Или у вас в жизни был какой-то момент, когда вы сказали, «Нет, так дело не пойдёт». И вообще я разговариваю командным тоном, я разрушила свои отношения с мужчиной, и мне нужно переночиться у себя. Что случилось с вами, что вы превратились в гуру для женщин? Баян, вы абсолютно правы. В моей жизни тоже был этот опыт. И, конечно, разрушив свои предыдущие отношения, поскольку я училась, я закончила медицинский институт, я психиатр по образованию, естественно, работа в клинике, когда необходимо держать этот контроль над больными, шизофрениками, алкоголиками, наркоманами. Естественно, превратила меня абсолютно, понимаете, лидера, личность, врача, который все слушают, понимаете, и в какой-то момент я осознала, что я вот этот тон, что я всех лечу, что я знаю лучше, что им кушать, как им говорить, как им мыслить. Стала приносить свою семью, естественно, стала разрушать вот этот комфорт, вот эту любовь, эту идиллию. То есть командую над мужчиной, ощущая, что я сильнее мужчины, ощущая, что я больше знаю в жизни и доминирую над мужчиной, я понимала, что я больше не получаю от него удовольствия, и вот не хочу. Я думаю, что со многими женщинами на это происходит, к сожалению. И вот это основной такой ключевой момент разрушения, понимаете, комфортной зоны. Евгения, а большинство браков рушатся не только потому, что вот женщина думает, что она доминирует или же нет, а большинство браков рушатся просто из элементарного быта, потому что заканчивается вот этот конфетно-букетный период, когда человек возвращает свою колею, 2-3 года проходит, и влюбленная пара превращается в обычного, то есть мужчина, которого она боготворила, превращается в обычного мужчину, женщина, которой он дарил цветы и пил серенады, превращается в обычную женщину. Мужчина начинает искать других женщин, да, то есть интерес пропадает. Женщина, естественно, обращая, естественно, это не может принять, ни одна женщина это не примет, что ее мужчина обращает внимание на других женщин. Что делает женщина, она не знает, что делать, она начинает злиться на этого мужчину, возникают конфликты, и, как правило, вот первые 5 лет, ну, говорят, после 5-летнего кризиса, если вот проходишь, то дальше еще как-то можно. А вот что делать, как вот пережить этот момент, и как сделать так, чтобы твой мужчина никогда не терял к тебе интереса? Вопрос в том, что очень многие женщины, когда вступают в отношения, выходят замуж, они думают, что они переделают мужчину, понимаете, да, то есть они вот смотрят, в принципе, на мужчину, думают, да, вот это качество приятно мне, вот это качество прекрасно, а вот на это качество мы поработаем. И как только женщина решает, понимаете, да, работать на мужчину, менять его, естественно, мужчина, понимая, что ему так комфортно жить хорошо, он входит, естественно, да, в войну с женщиной. И, как правило, да, когда нам что-то не нравится, мужчине, вот как мы заявляем об этом? Мы обижаемся. Обижаемся. Кто-то там негативно эмоционирует, кричит, да, у кого-то возникают истерики, понимаете, да, потому что мы наедине, да, мы близкие люди, я муж и жена, я жена, он муж, я имею право быть такой, какая я, да, есть, настоящая, да. Девочки, ну самое главное, вот маленький секрет вам, маленький секрет или большой секрет, на самом деле есть такая формула души, да, есть такая практика, техника. На самом деле, согласно этой технике, женская эмоция, женская эмоция, как вода, да, а качество человека, это как, вы знаете, да, есть прекрасные плодоносные деревья, и нам нравится это качество, потому что он даёт там плод, например, мужчина щедрый, и нам нравится это в нём качество, да, мужчина заботы, нам качество нравится. А есть, допустим, какой-то сорняк, который нам абсолютно не нравится, например, да, мужчина, ну, скажем, не сдерживает всё слово, что-то пообещал, не сдержал, да, или, допустим, там мужчина разбрасывает везде носки, да, вот женщина считает, что это сорняк, но вопрос в том, что женщина начинает эмоционально негативно реагировать на сорняк, и она поливает сорняк, понимаете, да, и сорняк настолько разрастает, что она за этим не видит прекрасных, хороших качеств, понимаете, да, эти качества, по большому счёту, погибают за сорняками. Если женщина вот сделает эту практику, да, она будет хвалить эмоционально те качества, за которые она выбрала мужчину, и игнорировать сорняки, понимаете, да, в итоге мужчина перестанет вот такие вещи, которые нам не нравятся. Евгения, вы сейчас говорите, ну, практически о чудесах. Ну, а если этот сорняк или этот бутон, который поливает женщина тем или иным напитком, ну, по сути, своей плохой человек, ну, не повезло женщине, и таких браков очень много. Ты вышла замуж за плохого человека. Пусть он разбрасывает носки, пусть он там не закрывает зубную пасту, пусть он чавкает, но он, по сути, нехороший человек. А вот что в этом случае, стоит ли женщине ради него приходить к Фролову и платить огромные деньги, при этом она хочет сохранить брак, разве можно изменить человека с плохим набором ген? Ну, во-первых, да, она почему-то выбрала. Она сделала выбор. А молодости по дурости? Ну, вопрос в том, что именно тогда эти качества для неё были целесообразными, интересными, да, они её завораживали. Например, да, я знаю многих женщин, которым нравится, когда мужчина проявляет силу. Да, вот он может, там, не знаю, защитить её, да, он может, там, не знаю, ударить хулигана. Но когда вот эта сила применяется против женщины, понимаете, да? Против неё же. Против неё же, понимаете, это же качество. Естественно, когда-то она нравилась, понимаете, такая, знаете, агрессия по отношению к другим людям, когда-то её завораживала. То есть нужно понять, почему мне этот человек понравился, за что выбрала. А возможно ли поменять мужчины, объясните мне, что, милый мой, я тебя люблю таким, какой ты есть, но как-то вот поднимать на меня руку, это вот не по-мужски. Ну, естественно, абсолютно. А стоит ли вообще прощать такого человека? Вы знаете, это вот второй вопрос. Я думаю, что перед каждым из нас есть выбор, да, если мы чувствуем, что с кем-то человеком, да, мы перестаём эволюционировать, перестаём расти, да, из-за грязи болота, очень важно понять, да, просто поговорить с человеком, войти с ним в диалог, ну, и понять, что лучше, как лучше жить. И идти дальше, но вместе, да, работать над собой, над своими качествами, либо расходиться. То есть не над каждыми отношениями надо работать? Ну, я считаю, что нет. Вот вы в своей жизни, вы только что сказали о том, что у вас был такой опыт, да, когда вы разрушили свои старые отношения, и сейчас мы знаем, что вы успешно замужем, да. Интересное слово «успешно замужем». Ну, я знаю, потому что я наблюдаю за Евгенией Фроловой в фейсбуке и вижу... А что значит «неуспешно замужем»? Ну, я вижу. Это интересное словосочетание. Нет, я вижу счастливую женщину. Мне кажется, я совершенно правильно, да, говорю о том, что вы все-таки счастливы в своем браке. Во втором. Да, Динар, я... Ну, вы могли тоже работать над своими первыми отношениями? Я работала. Работали? Работала. То есть бороться все-таки нужно? Я работала, я пробовала. Я пробовала и работала, и потом я сказала себе честно, да, что я хочу, я нуждаюсь в другом мужчине, я нуждаюсь в других качествах. А как часто вы на своих тренингах, вы видите, вы же видите женщин, да, я думаю, что вы уже как рентген, наверное. Человеку нужно бороться или нет? Вы можете вот прямо сказать, слушайте, ну, все, конечно, хорошо, вот вы потратили деньги, но вообще вот я вижу, что вы эволюционируете, работаете над собой. Но на самом деле вам не стоит работать над этими отношениями. Или вы не даете таких советов? Знаете, я даю совет. Я даю всегда совет вывести отношения на нейтральную позицию. Например, да, если отношения были в минусе, вывести в нейтрал. Хотя бы не осуждать человека, не выбежаться на него, да. Но вы, когда мы вводим нейтрал, да, отношения, можем честно понять, а хорошо ли мне идти с этим человеком дальше, понимаете, да. Смогу ли я расти рядом с ним? Или, может быть, я смогу расти с другим человеком? Ну, есть еще такой момент, девочки, как любовь, да. Любовь... Она не объясняется вообще ничем. Она не объясняется. Бывает так, что вот, ну, вот ушла любовь, а вспыкнула другому человеку, да. И любовь – это как божья искра, понимаете. Просто так же она не дается, если женщина, да, если ее сердце, и в сердце мужчины вспыхнули эти чувства, я думаю, что надо идти в них. А если любви нет, если любовь растворилась, что нужно? Идти дальше искать новую любовь? Либо возвращать любовь, то есть работать над этим. Важно понять, в чем причина ухода любви. Может быть, это обида, да. Может быть, это неуверенность в себе. Может быть, любви вообще не было. Да, может быть, это просто было выгодное партнерство. Да, или, может быть, время пришло выйти замуж. Просто важно, понимаете, да, честно себе ответить на вопрос. Почему я с этим человеком? Люблю я и любила ли? Понимаете, да. Женя, есть очень много женщин, ну, я бы сказала, наверное, возможно, ну, 7 из 10, которые, ну, приходят в этот мир, на мой взгляд, в качестве жертвы. Вот она всю жизнь страдает, она любит своего мужа. Этот муж ее бьет, оскорбляет, унижает по той причине, что он просто сильный. И женщина привыкает к этому состоянию. И когда мужчина по каким-то причинам уходит, потом приходит и так далее, она скучает по этому состоянию. Вот просто состояние жертвы. И вот мне кажется, что это абсолютно женское состояние. Она хочет жертвовать собой ради мужчины, ради любви, ради сохранения семьи. Стоит ли вообще мужчина, чтобы женщина приносила себя в жертву? Можно я отвечу на вопрос немножко иначе? Вопрос в том, что вот когда мы с вами рождаемся маленькими прекрасными девочками, кто для нас самый красивый? Папа. Мама. Мама. Мы хотим быть похожи на маму. Мы одеваем ее каблучки, мы одеваем ее платье. У нас мама самая красивая женщина на свете, согласитесь? Да? Согласна, да. С вами, наверное, тоже такое было. Я тоже одевала маме на каблуке, я так хотела вырасти быстрее, носить эту прелесть, которую мы сейчас можем себе позволить. И что происходит? Например, мама жертва. А что такое жертва, девочки? Это походка, это осанка, это жесты, это поведение, это отношения. И девочка, поскольку мама самое прекрасное существо на свете, начинает что? Копировать маму. Да? Ребенок не рождается жертвой. Да? Он приобретает этот навык быть жертвой. И любая женщина может выйти из этого образа, потому что это что, маска, которая насчитала? Знаете, вот есть же такое понимание, как там родовые какие-то программы, да? Родовые проклятые. На примере, да, в семье все женщины там по маминой линии не могли выйти замуж. Да? Например, да? Но на самом деле она просто копировала этот образ мысли. Образ поедения. А если мама всегда красивая, всегда с осанкой, с уверенной походкой и так далее, то есть ребенок тебя отзеркаливает. А если мама вот такая сгорбленная, замученная, но, извините, она не расцвела рядом с тем мужчиной, за который она вышла замуж. Как говорят, женщина расцветает с каким-то особенным мужчиной. Или она расцветает, или она вянет, да? Как говорится, любую королеву можно превратить в тряпку, смотря с кем кто с тобой рядом. Правильно? Это же влияние мужчины, королева не выберет. В общем, если с мамой, в общем, не повезло, правильно? Я, кстати, вот не первая слышу о том, что для девочки, для девушки очень важно вот именно по маминой линии, да, то есть ваше отношение, твои личные отношения с твоей мамой и с твоей бабушкой, вот именно по маминой линии. Это действительно правда, да? Правда. То есть если у меня с моей мамой хорошо, у моей мамы с ее мамой хорошо, то у моей дочери априори все будет хорошо. А если у девушки нет отношений с матерью, что у ее дочери будут проблемы? Вы знаете, он желает навыстроить отношения, потому что важно понять, почему отношений нет. Это обиды детские, либо взрослые, либо мы соперничаем, либо мы не можем, ну как взрослые люди, мы должны найти компромисс. Понимаете, девочки? Потому что благословение мамы, да, дорогого стоит. Когда мама молится каждое утро, да, за дочь, за внуков, это великая практика. Ну окей, сейчас нас смотрят, допустим, женщины, которым, ну, для которых мама не стала примером, которую не хочется отзеркаливать. Есть ли у нее шанс прийти к Евгении Фроловой и стать для своего ребенка счастливой мамой? Есть. Счастливой женщиной. Есть. То есть этому можно обучиться. Можно выйти из состояния жертвы. Евгения, а что делать с успешными женщинами? Я знаю очень много успешных женщин, которые не могут найти себе вторую половину. Они красотки, они красавицы, они успешные, они зарабатывают хорошие деньги. Вот только приди, вот да, и будь рядом с ней. А есть очень, знаете, такой, во вселенной есть такой закон. Наверное, слышали о нем. Инь-янь. Да. Как этот знак переводится, как вы думаете? Мужчина-женщина. И? Он-она. Он-она. Светлое-черное. На самом деле, дословно, единство противоположного. Единство противоположного. Да. И согласно принципу, понимаете, да, если женщина сильная, то единством ее... Будет слабый мужчина. Конечно. Понимаете, да? То есть если она развивает какие-то сильные мужские качества себе, да, то соответственно, от мати до единства будет создаваться ею. То есть она будет притягивать, она будет магнитить мужчин, которые будут что? Создавать вот это единство рядом с ней. Евгения, а как быть успешной, как быть руководителем и при этом оставаться слабой, чтобы рядом с тобой был мужчина, который сильнее тебя? Да, это уже такой великий секрет. Это действительно, это да, это вот раздвоение личности, я бы так сказала, для женщины. Нет, важно понимать, что, смотрите, янь и инь. То есть если женщина развивала янь, а яньские энергии, то есть что такое янь? Это тестерон. На самом деле, если мы с вами руководим, да, если у нас какая-то компания, корпорация, мы всегда, понимаете, да, руководим на мужском половом гармоне. То есть мы осознанно развиваем этот гормон, чтобы другие люди подчинялись, прислушивались, да, видели в нас вот это лидера личности. То есть женщине от природы не дано быть руководителем? Нет, да, но вопрос в другом. Вопрос в другом. То есть вопрос, мне кажется, в том, как обмануть? Нет, вопрос в том, что у нас в нашем теле есть разные гормоны. Евгения, ну сейчас у нас есть возможность, уникальная возможность взять у вас все, что с вас можно взять бесплатно. Поделитесь с нами практикой, как разбудить в себе эту женщину, потому что даже мы с Баян вот больше, наверное, с каким-то мужским складом ума, потому что нам все время приходится руководить, что-то решать, какие-то вопросы. Как сказала Евгения, в нас много самца. Самца, то есть. У нас много тестостерона. Мы все время этот тестостерон развиваем. Я тебе представила себе самца сразу. А нам нужны эстрогены. Вот как нам вернуться в это состояние женщины, чтобы нас любили, чтобы о нас заботили, чтобы нам дарили подарки. И чтобы все время наши мужчины были рядом с нами и хотели о нас заботиться и любить нас. Существует всего четыре основные базовые стихии, из чего создан мир. И мы знаем две мужские стихии, две женские. Мужские стихии – это огонь и воздух. И женские стихии – земля и вода. Вот если женщины просто выходить на землю и чувствовать, что она укореняется, что она пропускает через себя землю, что она приобретает земные качества. Земные качества – это что? Это способность сохранять, способность приумножать, это плодородие, это хорошее здоровье, внутренняя такая сила, умение создавать уют, умение делать вот эти потрясающие дастарханы, когда все приходят и восхищаются хозяйкой. То есть это вот какие-то хозяйские моменты. Если женщина любит свой дом, любит землю, создает очаг – это уже земля, девочки. Ну вот на практике как это? Вот она выходит босиком. Желательно босиком. Сейчас, правда, зима, очень сложно босиком выйти. Но можно просто выйти… Можно просто уехать в Эмират. Можно уехать в Эмират. Да, можно. Лучше, конечно же, босиком. Но если нет такой возможности, можно в валенках выйти к земле, закрыть глаза и почувствовать, что из центра стопы в землю вырастают плотные корни. В Дубае мы делали эту практику на 69-м этаже и корне. То есть через центр стопы? Да. Через центр стопы. Через центр стопы. Да. Желательно дышать животиком. Вот мы делаем вдох животом, выдох животом, и мы прорастаем. Вот мы чувствуем, как мы врастаем в землю, что мы укореняемся, у нас такие золотые плотные корни. Как только вы почувствовали, что вот-вот земля рядом, выдыхаем энергию земли. Мы чувствуем, как мы, знаете, как дерево, как пропитываемся соком земли, наполняем наш живот этой землей. Как только вы почувствуете, что живот наполнился этой энергией земли, мы подтягиваем энергию до талии и раскрываем широкую плотную юбку. И вот эта юбка, вспомните, на самоварах вот такие бабы самоварные, с такой плотной юбкой, это юбка сохранения. Когда мы ее можем использовать, чтобы сохранить брак, чтобы сохранить детей, и очень часто используют практику, когда ребенку необходима поддержка. Например, во время экзаменов. Вы знаете, что ребенок вышел из матки, и только вот в этой энергии матки он чувствует себя расслабленно, он чувствует себя защищенно. И когда вы делаете эту практику, а ребенок, например, сдает экзамен, он гораздо расслабленнее, он гораздо эффективнее, он не теряется. А как дать ему эту энергию? А просто вот пребывать в этом, вот вы ощутили эту юбку и накрыли ребенка юбкой. Например, ваш муж поехал в командировку, и вы хотите сохранить, понимаете, вот эту связь между вами и вашим супругом. Он в пути, вы создали эту юбку, накрыли мужчину юбкой, и теперь все женщины знают вокруг, что он женат. Чтобы другие юбки не накрывали вашего мужчину. Да. Интересно. Что он женат. Да. Все знают. Понимаете, да? То женщина подсознательно, вот не даром в одном платье, подсознательно, интуитивно понимает, проходя мимо этого мужчины, да, что он занят, и путь к ним будет очень сложен. Следующая стихия – вода. Вода нам необходима, чтобы привлечь уже. Да, если женщина находится на такой стадии отношений, она желает привлечь в себе мужчину, да, она желает познакомиться с мужчиной. Можно поехать на море, да, можно подойти к реке и прочувствовать, как река течет внутри вас. Да, вы знаете, что мы практически на 95% засоем из воды, да, и у нас кровь, лимфа – это все вода. И вот почувствовать, и каналы, вы наверняка слышали о том, что есть каналы энергетические, и по каналам уже движется энергия. Например, если женщина находится в тестостероне, да, у нее движется огонь по каналам, да. Если она находится в воде, по этим каналам движется вода. И когда у женщины движется вода внутри, вот она чувствует, что вот она впитывает воду, вода движется, да, по телу, она стала водой, у меня меняются жесты, у меня меняется взгляд, у меня меняется походка, да. То есть надо чувствовать в себе воду. Да, гибко. То есть вот эти две стихии – земля и вода – это наши стихи, и мы постоянно должны получать энергию от воды и земли. Жень, давай сейчас вернемся к реальности. Вернемся к реальности. Я думаю, что все-таки вот ваши инструкции, да, это все-таки для женщин умных прежде всего, и для женщин, которые не так сильно нуждаются в каких-то материальных благах. Потому что женщина, которая нуждается в материальных благах, которому не совсем повезло, скажем так, с личной жизнью, с профессиональной жизнью, ей на самом деле она не будет воспринимать эту информацию, она будет злая, ей во всем не везет, она завидует, она исходит вся в желчи только потому, что кому-то повезло больше. И сейчас она может смотреть на вас и говорить, да что за, простите, ересь вы несете, мне и так плохо, а вы тут с водой да с землей общаетесь. Вы знаете, у женщины есть выбор, и я считаю, что нужно следовать примеру и советам тех, кто успешен. Но если, например, я лично для нее не успешна, она может не следовать моему совету, она обязательно найдет мастера, да, который для нее успешен, да, потому что, понимаете, да, так же, как у мамы мы перенимаем какие-то навыки, потому что мы хотим на нее быть похожи, но если навыки мамы нам не помогли быть успешными, значит, нужно найти обязательно кого-то, кто в авторитете для меня, понимаете, да, для того, чтобы перенять вот эту формулу успеха. Женя, а как же ваша формула противоположности и не янь, да, если все люди будут успешными, в чем будет смысл противоположности? Вы знаете, успех не успех, вопрос в том, что очень важно найти себя и свое место. Я знаю, что человек, который рожден, например, очень близко к земле, который получает удовольствие от того, что просто прикасается к земле. Он рожден землепашцем, понимаете, да, и он получает глубокий кайф от того, что снимает урожай, понимаете, да, я знаю очень много фермеров, которые на самом деле получают удовольствие от того, что они работают на земле. Просто важно человеку понять, для чего он. Я знаю много политиков, которые получают огромное удовольствие от того, что ведут за собой массы. Понимаете, вопрос честно себе, что есть мой кайф, Какой мой путь, какая моя миссия? Евгения, мы как-то с вами разговаривали о том, что для женщины очень важна самореализация. И вы говорили о том, что женщина, даже будучи очень успешно замужем, когда у нее есть богатый муж, здоровые дети, большой дом, бриллианты, все, что она хочет. Но если женщина не занимается самореализацией, она несчастна. Но казахские мужчины в нашей ментальности этого вообще нет. У нас и воспитывают девочек так, в принципе, что ты растешь, получаешь образование, может быть, даже и зарубежное. Но в целом твоя программа максимум – это выйти замуж. И желательно хорошо. Вопрос самореализации. Важно понять, от чего получает женщина удовольствие. Может быть, она получает удовольствие от того, что она разводит сад. Это тоже какой-то определенный уровень удовольствия, потому что она собирает какие-то удивительные, уникальные растения. Я знаю таких женщин. Они создают эти удивительные английские сады и гордятся этим произведением искусства. То есть женщинам, которые не могут самореализоваться, скажем, в социуме, вы предлагаете им самореализоваться хотя бы в этом мини-мире, да? Творчество. Но это разве не самообман? Вы знаете, если она счастлива, если она придерживается концепции мужа, если они создали такую семью и нашли компромисс в этом, почему бы нет? А если не нашли компромисс? Ведь очень многие женщины не могут найти компромисс. Я уже говорила о том, что мужчина сильнее. Она эмоционально, физически не может сказать ему, «Милый мой, дорогой, я тебя очень люблю, и сколько таких семей, но дай мне возможность самореализоваться, дай мне возможность ходить на работу хотя бы с 10 до 5». Ну действительно, и она жертвует опять же собой и говорит, «Ну хорошо, у меня семья, у меня муж, и этот муж не обязательно много-то и зарабатывает, он сам по себе самец. Он говорит, я заработала вот столько, ты должна правильно распределить этот бюджет, и ты все равно не будешь работать». А самореализация – это всего лишь работа? Это и есть самореализация? Створчество, может быть, самореализация? Может быть, она увлекается фотографией? Или пишет картины? Или вышивает? То есть, понимаете, женщине важно найти… А если она просто земная женщина? Она не вышивает, она не пишет картины. Мы сейчас говорим о высоком. Я все время призываю вас вернуться в реальность. Много женщин, которые не обладают какими-то уникальными способностями. Она обычная женщина. Из-за улов, да, они прекрасно готовят. Но она же не может все время готовить. Она и так готовит завтрак, на обед и ужин. Согласна. Но важно понять, а желает ли женщина из-за ула поменять жизнь? Понимаете? Вопрос в том, что мы за нее решаем, что ее жизнь, ту жизнь, которую она ведет, некомфортна, неинтересна, скучна. Что мужчина там доминирует. А может быть, ей именно эта картина мира интересна? Понимаете, да? То есть мы не можем выдергивать человека из собственной зоны комфорта. Мы так решили, что ей обязательно нужно идти на работу. Вопрос, желает ли она. Но если женщина реально что-то желает, она этого достигнет. А мужчина обязательно в вашей философии должен доминировать? Это обязательное правило? Вы знаете, я считаю, что мужчина и женщина равны. Вот, мы уже к феминизму пришли к концу. Правда? Правда – это баланс. Понимаете, да? Когда у женщины все гормоны находятся в балансе, да? То она притягивает, ну, либо, значит, создает условия, чтобы мужчина тоже пришел в баланс. Вы сейчас революцию совершаете в Казахстане реально? Сейчас все мужчины скажут, никогда женщина не будет нам ровней. И это скажут 9 из 10 мужчин. Вы знаете, даже в восточной философии говорят о том, что ребенок, зародыш, да? Он создается с единым потенциалом. Вы знаете, да, что она закладывается. Как мужские органы, так и женские. Так же и у мальчиков. Понимаете, да? То есть мы рождаемся одинаковыми. Другое дело, что быть сильной по женскому типу, понимаете, это заниматься творчеством. Когда женщина занимается творчеством, если она делает это очень хорошо, да, то через творчество могут прийти деньги. Для мужчины немножко иная, понимаете, да, картина реализации. Для него необходимо, что социальный успех и призвание, и признание, и особенно, да, в денежном эквиваленте. То есть немножко другие пути, но они равные, понимаете, да? То есть я имею право, вот я уходила замуж в Бельгии, и мне понравилось, что наш мэр города говорил о том, что вот в западном мире мужчина, муж не может влиять только на одно, на выбор профессии жены и в желании ее реализовываться. Я знаю, что у Евгении Фроловой есть очень дорогой тренинг, и он называется пасы, да, это вот то же самое, что вот долететь до своей цели ракетой, да, вот можно поездом, можно пешком, можно на автобусе, а можно ракетой. Вот у меня есть цель, к примеру, да, вот как я могу ракетой, и причем как вы можете, это самое главное, за 5 или там за 4 часа научить меня достигать своей цели. Представляете, у меня там 10 целей, если вы меня научитесь за 4 часа, завтра я могу раз, два, три, четыре, и послезавтра у меня там что-то невероятное, да? То есть это возможно или это все-таки какая-то рекламная такая, скажем, приманка? Возможно. Но вопрос в том, что, конечно же, да, не всегда у женщины развиты те зоны, которые делают ее сильной по женскому типу. Это матка, сердце, да, и зона видения. А как развить, скажите нам? Есть специальное упражнение. Это физическое упражнение или эмоциональное? Это физические и энергетические. То есть мы работаем через физику, да, с энергией. Ну это какая-то поза. Это поза, это движение, это как, знаете, как йога. Да, но чисто женское, и в этом упражнении активную роль участия принимает именно матка. Это наука? Это наука или это какое-то... Это какие-то знания, которые вы получили, да? Это духовная практика. Нет, а где вы эти знания получили? Я получила знания в Латинской Америке. ПАС очень удивительный, почему? Потому что они работают с энергией прошлого. Наверное, вы знаете о том, что когда... Вот у человека есть какой-то опыт, да, есть опыт прошлого. Очень часто человек застревает в прошлом. Например, да, возникает страх в настоящем, потому что это было в прошлом. Например, женщина не хочет выходить замуж второй раз, потому что прошлый опыт был очень тягостен. Понимаете, да? Ну много таких женщин. Много таких женщин, да. И она просто боится встретить лицо к лицу с подобным мужчиной, да, с подобным опытом. Или, например, да, кто-то боится открыть собственный бизнес, потому что прошлому прогорел. Или кто-то боится положить деньги в банк, потому что, понимаете, в прошлом. И пассы, они делают удивительную вещь. Они как бы забирают тебя из прошлого, возвращают энергию. Дорогие телезрители, у нас есть уникальная возможность сейчас, я знаю, что это очень дорого, но у нас есть возможность получить эту практику. Есть какая-то маленькая цель завтра. Как сделать так, чтобы вернуть всю свою энергию и направить ее, скажем, в нужное русло? Я могу дать один пас, потрясающий пас, потому что на самом деле вопрос очищения, наверняка вы знаете, что в нашем мире, в современной цивилизации, очень много женщин, которые страдают женскими заболеваниями. И это тоже связано с прошлым, потому что женщина обижается на мужчину, женщина не испытывает удовольствия, и матка таким образом созаряется. А в итоге мы получаем, что миомы матки, кисты, ну и даже раковые опухли. Я могу дать один пас, подарить телезрителям, который поможет избавить матку вот от этих неприятных ощущений. Для паса нужно встать. Смотрите, мы делаем вот такое красивое упражнение ручкой. Круг. Бесконечность. Под головой. И на выдохе направляем свой локоточек в матку. И вот таким образом, девочки, вот локоточек стоит в матке. Мы делаем такое энергетическое вымя, то есть большой и указательный палец вместе. И мы чувствуем, как матка освобождается от ненужной энергии. Нам как бы сдаиваем эту энергию. И как только мы почувствовали, что матка очистилась, можем ручку освободить от той энергии, которая еще осталась на руке, которую мы сдавили. И мы закрываем пространство матки энергетической. Вот такой пас. И еще другую рукой тоже можно сделать. Периодично, знаете, пока она не почувствует, что ей легко, хорошо. Это можно делать вот так механически, и оно помогает? И оно помогает. А сколько всего этих пасов? То есть это один из пасов. Да, один из пасов. Если представить себя, например, встать на каком-то маленьком мостике и посмотреть на воду, которая идет на тебя. И представить, что вода очищает, наполняет и все ненужное забирает. Тоже очень мощная практика для женщины. Спасибо большое, Евгения, что прилетели к нам. Нам очень приятно с Баян, что в нашу Sky-студию прилетают специально на интервью. Это действительно здорово. И сегодня вы поделились очень ценными советами. Я для себя тоже многое подчеркнула. Я тоже хотела поблагодарить вас, Евгения. Я вас впервые вижу. Я тут абсолютно дилетант. И вот за эти 45 минут я получила очень много знаний, я бы так сказала. Потому как я еще раз скажу, что ваши знания для умных женщин. И каждое ваше слово я так намотала на ус. И все будет применяться в практике. Благодарю вас. Дай бог, чтобы в Казахстане было как можно больше таких шикарных, умных, мудрых. Да, красавиц. Спасибо большое. Вы смотрели Sky-студию. С вами вновь были Баяна Сентаева, я, Динара Саджан. И наш сегодняшний гость Евгения Фролова. И мы благодарим нашего официального партнера, салон мебели «Люссо». Встретимся с вами ровно через неделю. Девочки, делаем асы или пассы. И ровно через неделю более счастливыми и успешными ждем Sky-студию. Всего доброго. Компания «Люссо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сейчас Капеллини Тосканова. Сделанная вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люссо» – это роскошь, достойная вас. «Люссо» – это роскошь, достойная вас.